МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная этот день, хочется поблагодарить вас, девушке, за теплоту, заботу и ласку, которые вы дарите нам каждый день. Но вот вчера, 23-го, особенно. Доброе утро! Здравствуйте! Что ж, праздник состоялся, можно и выдохнуть. Да и вообще, эта неделя создана для релакса. Всего три рабочих дня. Но разве это не круто? Все это время с вами проведем мы, Иван Тинника и Ксения Вербер. Сегодня вы вновь просыпаетесь вместе с проектом Ультро Хакасси на РТС, что также не может не радовать. Начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финальная неделя февраля в разгаре. Сегодня уже 24-е число, и мы очень надеемся, что зима сдастся раньше срока и не добежит до финиша. Но эти надежды нам дает сама природа. Все это проказы Велеса Зимнего. Это он, несмотря на то, что природа все еще пребывает в ледяном сне, ходит, бродит по земле одиноко, да в свою волшебную дудочку наигрывает, не давая загрустить людям. Вот и нам скучать не приходится. То минус 20, то плюс 3, то снова за минус 10. А мне больше другое предание о Велесе нравится. В старину молодые женщины на великого Велеса пили крепкий мед, чтобы коровы были ласковые. А мужскому полу приказывали не выходить из избы, чтобы не накликать беды великой. Вот это забота, почет и уважение. Лежи себе на печи, дожуй калачи. Отсюда и сказочки про русского Емелю. Лодыри да тунеятся. Зато мне финал нравится. Но это же все сказки. В жизни наш гражданин умен, талантлив и сообразителен. Если бы это было не так, то 24 февраля 1973 года на советские экраны не вышла бы передача «Очевидное, невероятное». Телевизионный проект, рассказывающий о науке, технике, изобретениях, а также различных проблемах научно-технического прогресса. Широкий спектр тем в своей программе поднимал выдающийся ученый Сергей Капица. Например, в этой он изучал антропомаксимологию, «Науку о резервных возможностях человека». Мировой киноархив хранит немало вот таких невероятных сюжетов. Каков смысл всего этого? Жажда сильных эмоций, добыча средств существования или просто желание выйти из ряда вон. Станем последователями Сергея Капица и запустим в эфир просветительскую рубрику «Пять фактов». В ней расскажем о самоваре. Изучим исконно русский чайник вдоль и поперек. Первые самовары изготовили на Урале в 1740 году. Наряду с пряником самовар считается одним из символов Тулы, где их массово производили еще с конца 18 века. Однако первое упоминание о водогрейной машине историки нашли в документах 1740 года. Речь идет о медном самоваре, произведенном на Уральском заводе предпринимателей Демидовых в городе Суксун. Для разогрева зачастую использовали шишки. Первые самовары были жаровыми, они состояли из трубы и жаровни. Для нагрева воды в них использовались любые горючие материалы, уголь, дерево, в том числе и шишки. В отличие от дерева, шишки быстро прогорают, зато придают воде аромат хвои. Подобные устройства используют и сегодня, но шишки добавляют к основному топливу уже перед самым закипанием. Самовар радует блеском только в том случае, если он хорошо начищен. Раньше их чистили абразивными материалами, мелким мокрым песком или золой. В ход шли даже тертые кирпичи. Начистить самовар дело требующее немало времени, поэтому занимались этим чаще всего перед праздниками. Самовары отличаются формой ручек, кранов и основного сосуда. Самые дешевые в виде банки. Следом идут формы рюмки, шара, вазы и яйца. Делали самовары и в форме пушки, и пули, закругленные книзу, и круглые, как арбуз, форма груши, валенка и разных животных. На пасху на стол ставили яйцеобразные самовары. Самовар считался роскошью. Цена на него доходила до 274 тысяч пунктов стирлингов. Правда, его автором был известный ювелир Карл Фаберже. Для декора использовалось серебро, позолото, корпус покрыт плитыми элементами, штампами и выколоткой. Самый большой действующий самовар в мире вмещает 555 литров воды и может напоить сразу 2220 человек. Его высота с трубой 2,5 метра, а без трубы 1,72 метра. Самовар был изготовлен из нержавеющей стали в 2014 году в Перми и отмечен в Книге рекордов России. Известно, что в нашей стране самовар удостоен нескольких памятников. Необычный автомобиль, который выглядит как зеркало заднего вида, продают за 3,5 миллиона рублей. Решетку радиатора заменяет зеркальная панель, за которой скрываются три вытянутых диодных фары. Окон и дверей у странной машины нет. Попасть внутрь можно лишь с помощью четырех подножек, которые выдвигаются из отверстий по бокам. Дизайнер, который построил автомобиль, стремился перевернуть представление о концептах. И, кажется, у него это получилось. Но вот лично я такое авто на наших дорогах не представляю. Да, ни к чему нам такие изобретения. Что ж, а какие еще интересные новости произошли в мире транспорта? Узнаем прямо сейчас. В Японии землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Риктора уничтожило гоночный автодром. Под завалами оказались множество спорткаров. Из-за подземных толчков почти на всей гоночной трассе появились разломы и трещины. Многие участки и дрифт-полигоны оказались парализованы. Досталось и гаражам, в которых местные гонщики хранят свои спорткары. Они оказались опрокинуты, а многие боксы разрушены до основания. На восстановление гоночного комплекса потребуется длительное время. В Китае создали самую большую мозаику из 750 автомобилей одной марки. Расстояние между ними не превышало 5 сантиметров. Гигантскую мозаику занесли в Книгу рекордов Гиннесса. На создание узора у водителя ушло более 30 часов. На Сахалине лавиной завалила карету скорой помощи. На момент происшествия в ней никого не было. Машина направлялась на подмогу к другому автомобилю медслужбы, который застрял в снегу ранее из-за небольшой лавины. Водитель на второй скорой выехал ему навстречу и вышел из машины, чтобы подойти ближе к завалу. А в этот момент его автомобиль накрыла вторая лавина. Оба медика не пострадали. Они выбрались из завала и пешком добрались до дома. Экскаватор выкопал скорую только к утру следующего дня. Пикап Элвиса Пресли пустят с молотка. Этот 54-летний грузовичок все еще на ходу и в идеальном состоянии. Начальную ставку не раскрывают. Король рок-н-ролла владел им всего год. Затем машина сменила нескольких автовладельцев, после чего оказалась в музее Элвиса Пресли. Четыре года назад пикап тщательно отреставрировали. Продавец утверждает, что машина наездила около 134 тысяч километров. А я вот, кажется, знаю, кто потенциально может позволить себе купить пикап Пресли. Это российский студент. Если он от активной студенческой жизни отлынивать не будет. Ну, про пикап Элвиса, мне кажется, слишком громкое заявление. Но вот скопить приличную сумму денег студент может, вступив в студотряд. Конечно, не только возможность подзарабатывать движет участниками студенческих отрядов, а возможность принести пользу обществу и стране. Саяна-Шушенская ГЭС, перинатальный центр и республиканский музейно-культурный комплекс. В строительстве этих и многих других важных объектов участвовали бойцы студотрядов. Студенты из Хакасии, работая в студотрядах, побывали в самых разных точках России. Крым, Санкт-Петербург, Туапсе. Однако знакомство с географией огромной страны – не единственное преимущество для тех, кто рвется в ряды бойцов молодежного объединения. В первую очередь просто занятость летом, плюс хотелось найти новых друзей и российские студенческие отряды мне это предоставили. То есть мы не то что летом, то есть и как практику закрыть, и еще и заработать немного денег. Впрочем, денежный вопрос также не является решающим при вступлении студентов Хакасии в региональное объединение. Среди нынешних бойцов много волонтеров, которые в прошлом году первыми вышли на помощь землякам, когда в республику пришла пандемия. Развозили лекарства и продукты. Еще один пример сохранения традиции советских студотрядов – ежегодная акция «Снежный десант». В этом году ребята в шести населенных пунктах Багратского и Аскизского районов убирали снегу памятников в парках и других общественных территориях. Помогали пенсионерам и ветеранам, кололи дрова, убирались в домах. Провели десятки мероприятий для школьников. Мне кажется, отдача эмоциональная – это самое главное, ради чего стоит туда поехать. Потому что я бы очень хотела, чтобы все пожилые люди и все дети были счастливы. И когда ты смотришь на их глаза, их благодарные лица, ну это все для тебя. Сегодня бойцы студотрядов вновь встретились, чтобы обсудить планы на 2021 год. Поддержку активным студентам пообещали оказать и республиканские власти. «У нас очень большая форумная кампания по развитию молодежки. Поэтому наши ребята готовят проекты, готовят идеи, будут регистрироваться. Ну а республика готова вложить инвестиции в нашу молодежь». После праздников планируется начать набор бойцов 2021 года. Активисты РСО придут в каждый вуз и колледж Хакасии. Найти подробную информацию о деятельности студотрядов можно и во всех соцсетях. «Я очень надеюсь, да и все наши бойцы надеются на то, что будут работать все-все направления. И педагоги, и стройка, и сервис, и сельхоз. То есть все наши ребята, все наши отряды поедут на работу». «Подограды» «С прошлой, до следующей встречи». Совершаем небольшое телепутешествие. Верблюдов в Саудовской Аравии припорошило снегом. Двугорбы таких капризов погоды не ожидали. Они пытались согреться, уложившись в комок. А вот местные жители аномалии восторгаются и делают резонансные фото. Например, пальму в снегах или заснеженные барханы. Снегопад в покрытом пустынями государстве продлился несколько дней. Также белыми хлопьями накрыло и другие жаркие страны. Это Алжир и Марокко. А мы вот к снегу привычны. И уже им не так сильно восторгаемся. Конец февраля, и зима укрепилась на территории региона. Средний градус днем минус 13, минус 16. С наступлением темноты от 16 и ниже, а местами за 20. Ветер поутих, направление воздушных масс северно-западное. Сегодня пасмурно, но без осадков. Тем не менее, мы день за днем приближаемся к весне. К примеру, световой день уже составит 10 часов 26 минут. А детально погоду разберем далее. В Черногорске у Стебака непогода пасмурная, но данных к выпадению осадков нет. Градус оставляет желать лучшего. Днем минус 16, в ночи 21-23 мороза. Очень слабая вероятность осадков. Ветер северный, но тихий. В Сорске небеса в тучах, но не снеговых. Легкий ветер с юго-востока, иногда с порывами. В обед минус 14, после заката минус 19. В Сайногорске и Беи могут выпасть осадки, но это не окончательный приговор синоптиков. Хотя небеса облачные и пасмурные, однако ветра почти нет. В дневной период минус 13, в сумраке 11-13 ниже нуля. В Белом Яре по полудню минус 15, а после полуночи минус 16. Разница в 1 градус, осадков нет, пасмурное небо. Северный легкий ветер с небольшим усилением. В Аскизе в середине дня минус 12, а когда все спят минус 14. Затяжные хмурые облака, но снегопада нет. Скорость ветра до 6 метров в секунду, что весьма терпимо. В Тештыпе игра на равных, минус 16 днем, минус 16 ночью. Горизонт пасмурный, метеорологи не исключают неожиданные осадки. Тихий ветер. В Абазе во второй половине дня прогнозируют облажной снег. На термометре минус 14, а в полуночи минус 15. Ветер крайне тихий, временами штиль. В Шира вовсю хозяйничает зима. Днем минус 19, в ночи минус 24, после обеда прогнозируют облажной снег. Ветер с востока слабый, а временами и нулевой. В Баграде чуть лучше, там осадков нет, но небеса основательно затянуты. Днем градус снег укажет на минус 17, в темноте 21 градус мороза. Воздушные потоки с юго-востока и незначительные. Иногда будут налетать порывы. Копьёво. Селение не для слабонервных. Днем минус 19, в ночи прогнозируют до минус 28. В населенном пункте Пасмана. Отсюда и облажной снегопад. Но хоть ветра практически нет. Метеостатистика Абакана. Светлое время до 15 морозов. Темный отрезок суток минус 18. Горизонт основательно затянут. Минимальный шанс выпадения осадков. Ветер северный. Скорость минимальная, без порывов. Атмосферное давление в норме. Влажность комфортная. Возвращаемся в студию. Вы смотрите «Утро Хакасии». И это прекрасно. Мы рады вам. Рады настолько, что как заведенные с утра не перестаем делиться с вами интересной и полезной информацией. Следующая наверняка пригодится обладателям собственных квадратных метров. Как застраховать свою недвижимость от мошенников? Ответ на этот вопрос мы узнаем у заместителя руководителя Росреестра Хакасии Натальи Осачаковой. Наталья Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Наталья Ивановна, ну вот в наши дни иметь собственные квадратные метры, это удовольствие не дешевое. И тут встает вот резонный вопрос, как защитить квадратные метры от преступных посягательств. Хороший вопрос, потому что такое случается нередко, к сожалению. У нас реже, но на всей Российской Федерации фиксируются такие случаи, и человек действительно, помимо своей воли, бывает, утрачивает жилье. Когда мы говорим о мошенничестве с недвижимостью, это как раз незаконные действия с квартирами, как правило, с другими объектами недвижимости. Когда продавец теряет, помимо своей воли, такие объекты недвижимости, а покупатель, заплатив за эти деньги, не приобретает ничего. Ну, как я уже говорила, такое нередко. К счастью, у нас есть способы обезопасить от таких видов мошенничества. Их, ну, как минимум два на сегодняшний день. Расскажу о первом способе. Это, прежде всего, любой собственник любого объекта недвижимости может прийти в МФЦ и подать заявление о невозможности регистрации, перехода права, прекращения права, ограничения права, обременения без личного участия собственника. Что это значит? То есть, если человек подаст такое заявление, не регистрировать, прошу не регистрировать без меня, без моего личного участия, мы, как орган регистрации, внесем такую запись. И если кто-то, пусть по доверенности, пусть какой-то другой представитель придет с заявлением, допустим, по сделке купли-продажи, да, как продавец придет по доверенности кем-то подготовленной, мы не будем регистрировать переход. Мы вернем такие документы без рассмотрения, потому что у нас есть такая запись. То есть, это уже, в принципе, такая хорошая защита, никто не сможет... А вот вопрос, а если собственник ушел из жизни? Эта запись сохраняется, пока в установленном порядке наследник уже не заявит о своих правах. Запись будет находиться. Запись может быть нами исключена только когда сам правообладатель придет, либо отзовет свое заявление, либо уже придет лично, подаст документы на сделку. Вот тогда мы уже сами погасим без его заявления эту запись. Ну, еще одно основание всегда исключать какие-либо записи из нашего реестра, это судебный акт. Если такой судебный акт исключить, такую запись к нам поступит, то мы тоже эту запись исключим. Скажите, пожалуйста, а много ли таких заявлений в Хакасию поступило в прошлом году? Ну, вот заявлений о невозможности регистрации перехода права без личного участия поступило немного, порядка 20. В общем-то, ну, нам здесь не совсем понятно. Мы надеемся, что просто нет такой необходимости у людей защищать таким способом свое имущество, либо просто, может быть, действительно недостаточно людям известно о такой возможности. И вот, как раз, я думаю, ваша программа, надеюсь на это, что поможет людям узнать, и люди придут и подадут такое заявление. Это вот один из методов. Второй метод, он, вы знаете, введен в 2019 году, то есть это, можно сказать, свежий такой способ, потому что способы мошенничества тоже новые. Это, так скажем, электронное мошенничество, когда, вы знаете, я думаю, что к нам в орган регистрации можно подавать документы теперь в электронном виде, и на сделке в том числе, и вот, чтобы обезопасить себя, чтобы никто не подал за вас вдруг по поддельной электронной подписи, вы знаете, что используются, да, такие электронные, квалифицированные, усиленные подписи. Вот, чтобы никто за вас не подал, человек, опять же, собственник, должен прийти в МФЦ, сначала написать заявление, что я имею возможность или имею намерение, да, подать документы в электронном виде на такой-то объект недвижимости, или на различные объекты недвижимости. То есть сначала нужно прийти на бумаге, удостоверить свою личность, что ты собственник, и подать такое заявление. А потом уже можно, в общем-то, в электронном виде такое заявление подавать спокойно. Чтобы защитить свое имущество, все равно человеку необходимо прийти в МФЦ и лично написать заявление. А как быть пожилым людям и маломобильным гражданам? Могут ли за них прийти внуки или дети, и по доверенности такое заявление оформить? Вот по заявлению о невозможности регистрации без личного участия, то есть мы говорим здесь и об электронных документах, и о бумажных сделках, да, и обычным способом подготовленных. Здесь заявление такое может подать только лично собственник, либо его законный представитель. По доверенности лица подать не могут. Но вот здесь, как вы говорите, для пожилых людей, к сожалению, скажем, особых, да, скажем, возможностей маломобильных не предусмотрено. У нас кадастровая палата осуществляет выездной прием граждан. То есть они выезжают на дом, то есть предварительно человек записывается, назначают время, и специалисты приема кадастровой палаты приезжают к нему домой, да, и принимают документы. Но это услуга платная, да. Ну а лучше в таком случае немножко заплатить за то, быть уверенным, что твое имущество не уйдет в руки преступника. Да, совершенно верно, но здесь тоже есть льготы. Мы ветераны Великой Отечественной войны, и инвалидам первой и второй группы здесь они оказывают бесплатный прием. А это очень хорошо. Очень важно. Большое спасибо, Наталья Ивановна, за то, что это утро провели вместе с нами. Желаем вам плодотворной, короткой рабочей недели. Спасибо. До свидания. До свидания. Сегодня в гостях у Трахакасии была заместитель руководителя Росреестра Хакасии Наталья Сачакова. Мы говорили о том, как защитить свою недвижимость от мошенников. Движемся дальше. На очереди Астропрогноз. Овны. Всего за один день вы сможете разгрести гору дел, которые постоянно откладывали на потом. Неподходящее время для больших покупок они могут вскоре разочаровать вас. Тихцы. Сегодня вы можете смело идти к своему начальнику с любыми предложениями. Он вас выслушает, поймет и поддержит. Но помните про чувства меры. Близнецы. Что бы ни случилось сегодня, не стоит зацикливаться на этом и заниматься самоедством. Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например, через интернет. Раки. Смех без причины – признак дурачины. Но вы-то знаете, почему вам так весело сегодня. Не упустите шанс блеснуть умом, если будет такая возможность. Львы. Сегодня вам легко даются новые задания, поэтому воспользуйтесь моментом и прекратите тарабанить в глухие двери. Они, скорее всего, уже прочно закрыты. Девы. В этот день вам захочется пойти против правил и сделать что-то наперекор всем. Но социум окажется сильнее вас, поэтому остыньте немного. Весы. Сегодня вам выпадет возможность побыть в роли свахи. Вы можете познакомить между собой людей, которые в будущем создадут семью. Скорпионы. Займитесь сегодня творчеством – это даст вам ощущение гармонии. Если вас давно тянуло сходить в церковь, сегодняшний день идеально подойдет для разговора с Богом. Стрельцы. Создайте себе хорошее настроение сами – это подарит вам крылья. В спорах не вздумайте доказывать свою правоту физической силой. Козероги. Звезды предостерегают. Вы можете захотеть заиметь то, что вам не принадлежит. Подумайте трижды, прежде чем перейти в наступление. Водолеи. Чем больше вы занимаетесь чужими делами, тем выше шансы преуспеть в решении собственных проблем. Рыбы. Сегодня к вам будут прислушиваться все – и домашние, и коллеги, и друзья. Чтобы это не было временным эффектом, проанализируйте свое поведение и начните работу над собой. Наши телезрители не знают, но я скажу, Ксюша у нас приверженец правильного питания. И у меня к тебе вопрос. Скажи, где ты хранишь помидоры да огурцы? Ну, как полагается. В холодильнике, в отсеке для овощей. А вот по утверждению специалистов, эти овощи, а также морковку, картофель и свеклу не нужно хранить в холодильнике. В этот список включены и другие продукты – тунец, цитрусовые и базилик. При холодных температурах эти продукты теряют свои вкусовые качества, а также быстрее портятся. Яйца тоже лучше хранить при комнатной температуре и отдельно от всего. Ведь из-за тонкой скорлупы они впитывают в себя все запахи. А я точно знаю, что в рецептах от Ирины Топкасовой продукты всегда свежие. Это точно, поэтому и блюда получаются, ну уж, очень аппетитными. Давайте смотреть. Всем привет! С вами Ирина Топкасова и, как всегда, простые и быстрые рецепты. Сегодня я вам покажу рецепт салата из старых добрых времен. Ингредиенты для него в вашем холодильнике есть сейчас даже 100%, поэтому вы можете прямо сейчас начинать готовить вместе со мной. А понадобится нам для него капусточка обыкновенная белокочанная. Мы ее шинкуем тоненько. Капусточку пошинковали. Так, перекладываем ее в мисочку. Солим чуть-чуть, только совсем-совсем, чтобы она сок чуть-чуть дала, такая помягче стала. Чуть-чуть солим. И вот так вот прям ручками я ее жму хорошо. Так. Ну вот. Так, теперь берем 2 яйца. Капуста сейчас зимой – это самый недорогой витамин, скажем так. Она очень полезна, и поэтому я думаю, что ее зимой непосредственно нужно употреблять в вероятных количествах. Вот, режем яйцо. Так, перекладываем сюда. Берем полукопченую колбасу. И режем тоже соломочкой. Так, и добавляем салат. Дальше выдавливаем зубчик чесночка. И заправляем все это дело майонезом. Легкий же салат в приготовлении. Я вас уверяю, очень вкусный. Сейчас мы это все перемешаем. Вот у меня укропчик. Лучок возьмем. То есть зелень как бы не обязательно. То скажете, что у нас зелени нет сейчас в холодильнике. Если она у вас есть, то можете посыпать. Ну вот. Прям летом запахло, я бы сказала. Ну что, последний зимний месяц у нас уже скоро закончится. Скоро весна, а там уже и лето. И капуста у нас будет расти в каждом дворе. Хорошего настроения вам. Собаки наездницы. Оказывается, четырех лапы прекрасно держатся в седле. Ну так домашний питомец преодолел полосу препятствий верхом на пони. Вот и умеют же братья наши меньшие нас удивить. А еще и насмешить, как в нашей рубрике, по приколу. У меня нету дома собаки, чтобы, вы понимаете, я на куда-то делась. И я вижу, что открыта дверь. Ребята, это вообще трэш. Вы посмотрите сейчас. Там просто. Лена, моя собака случайно. Ха-ха-ха. А вам рекомендуйте, смотрите, Лена. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok